Приветствую вас! Я думаю, что для начала нужно раскрыть вообще, что такое агрессия, что она из себя представляет, как она появляется, как она формируется. Начнем с того, что агрессия это суть, такое сильное чувство злости, а злость в свою очередь проистекает от раздражения. А раздражение, в свою очередь, берет начало из тех аспектов, которые вам, ну, в той или иной степени неприятны. В той или иной степени как-то вас задевают. Вот что такое раздражение, ну, так, это примерно работа. То есть, такой вот примерно генезис происходит. Вот. Соответственно, можно сказать, что вы по некоторым причинам проигнорировали проявление у вас злости, проигнорировали появление у вас раздражения и почувствовали только агрессию. Агрессия, сама по себе, есть функция защиты. То есть, агрессия это защита. Если есть защита, значит, есть и угроза. Потому что защита всегда появляется в ответ на угрозу. Это означает, что вы в чем-то для себя чувствуете угрозу. И, судя по тому, что описываете, ну, ничего не делаете для того, чтобы ее, да, чтобы этой угрозы не было. То есть, вы не устраняете угрожающий для вас фактор. Вот, а вместо этого просто срываетесь на своих близких. Ну, понятно, что хорошего в этом ничего для вас нет и быть не может. Ну, не только для вас. Не для кого бы не было ничего хорошего. Тут, ну, тут вообще ничего хорошего в принципе быть не может. Потому что это постоянное напряжение. Вот. Вот, соответственно, нужно отыскать источники этой самой угрозы. И решить, что с ней, к примеру, делать вам. То есть, либо вы как-то что-то сделаете для того, чтобы ее не было. Ух, вот. То есть, ну, вы что-то припримите для того, чтобы это вас не беспокоило. Такого, к примеру, ух, вот. Либо вы измените к ней отношения, либо вы выработаете некую такую превентивную модель поведения, в которой угрозы вас беспокоить не будут в принципе. Ну, вот. Вот так вот. Избегание, попытка подавить угрозу, ничему хорошему не приведет. Потому что это будет, по сути, это будет просто игнорирование того, что вы чувствуете. По сути, это будет просто, ну, так сказать, побег от себя. Вот. И, собственно, сковора. Хорошего, ничего, из этого, ну, не выйдет. В принципе. Вот. Вот, примерно. Примерно. Так, примерно, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Примерно. Такой. Можно вам дать ответ на вопрос. Вот. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. И вы сделаете для себя какие-то выводы. Что касается того, что вы срываетесь на близких, то здесь происходит в некоторой степени компенсация. То есть, вы игнорируете свои чувства. Вы игнорируете свои эмоции. И поскольку происходит игнорирование, то чувства все равно берут свое, вот, в момент, когда вы начинаете себя, там, к примеру, винить. Да, винить за то, что вы, как-то вот, плохо очень отнеслись к своим, ну, к своим родам. Соответственно, чтобы не было поводу лишний раз себя обвинять. Вот. На мой взгляд, имеется смысл разобраться все-таки с тем, откуда, откуда берет начало? А, а, задача история. И, как так вышло, что вы стали чувствовать угрозу. Вот. То есть, как бы, сама по себе, ну, самой по себе, реакции ничего страшного нет, аномального ничего нет, потому что люди испытывают угрозу, испытывают угрозу люди периодически, вот, никуда от этого не деться, но вместе с тем они адаптируются, а вы такое впечатление, что не адаптируются. Ну, вот это вот, в принципе, нужно поисследовать, как раз, что, чтобы вы смогли выработать новую модель поведения, которая вас защитит от того негатива, который у вас сейчас есть. Если не ради, допустим, себя, да, то хотя бы ради своих близких вы можете это сделать. Ну, я имею ввиду, разобраться с тем, что вам, что вам угрожает. Агрессия может служить также знаком того, что вы вовремя, ну, вы вовремя не реагируете на какие-то вещи. То есть, если вовремя не отреагировать на что-то, если вовремя не отреагировать именно телесно, телесно, причем, причем, вот, то ситуация будет, ну, вот, такой, не самый, не самый желательный завал. Вот. Ну, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это вам поможет, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.